это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры об играх в которые играют люди говорим как всегда об актуальном вспоминаем как всегда классику меня зовут платон беседен добрый вечер 12 апреля важнейшая дата для каждого русского человека дата то приобретающие то теряющие то вновь приобретающая и свою актуальность и свое значение потому что 12 апреля 1961 года тот великий величайший день когда человек покорил космос и это был русский советский человек да пусть вам на самом деле мои слова не кажутся пафосными наоборот на мой взгляд этот пафос не дотягивает до всего величия того момента потому что у советского союза и вообще у человечества у русской цивилизацию советской цивилизации есть две вершины вершина раз это победа величайшей войне 9 мая 1945 года и вторая дата вторая вершина это запуск человека в космос 12 апреля 1961 года я уже говорил об этом но повторю вновь вот почему я говорю важно что до русский человек в космосе русский русский так далее на мой взгляд абсолютно естественно и логично что именно русский человек первым отправился в космос потому что это вытекало из хода всей русской истории понимаете сама идея даже не покорение исследования познания космоса это очень и очень русская идея вот русская своей что называется экзистенции ну вот вам к примеру любопытная параллель вы о ней сто процентов не знаете смотрите фамилия первого космонавта гагарин это общеизвестно но но такой же была настоящая фамилия русского мыслителя николая федорова он тоже был гагарин именно федоров он же гагарин первым ну или одним из первых заговорил о полетах в космос да сейчас мы знаете как то это естественно воспринимаем то есть мы читаем эти новости о том что у маска что-то в очередной раз там не получилось читаем о том как там луноход индийский до состыковался на прилунился в общем к спутнику земли и так далее ну а тогда представьте даже во времена юрий алексеевича гагарина тоже индия что это нищая да индия которая боролась там за свою независимость кстати боролась то при помощи ссср например в 1961 году индия освобождала от португалии гуа и так далее так далее ну а во времена там федорова опять же гагарина человечество в принципе даже не помышляла о каких-то там космических полетов тут бы где-то свечку найти до дров чтобы обогреться однако вот в чем отличие русского человека от принципе от других да там людей в том что русский человек он всегда мечтает о чем-то глобальном он ставит глобальные задачи перед собой очень часто с блеском их выполняет да у нас там может быть разруха в клозетах там беспорядок в головах но при этом вот ракеты бороздят космическое пространство парадокс ну как есть однако не случайно опять же именно в россии сформировалась вот искала федора именно в россии сформировалась столь уникальное философское течение или направление как русский космизм то есть русский космизм и русский космос это вещи взаимосвязанные и вот о русском космизме я бы хотел поговорить сегодня немножечко отдельно в контексте этой даты 12 апреля 1961 год но на термин этот русский космизм как считается ввел в обиход так широкое употребление профессор философ федор геренок человек таких очень непримиримых почвеннических взглядов которые как правило очень например любит обвинять ученых и мыслителей в том что те не решают каких-то фундаментальных задач ну кто бы спорил что называется а вот русский космизм он как раз таки вырос из фундаментальных задач и или точнее да из фундаментальных таких мечтаний философов мыслители русских о том что случится когда человек вырвется за пределы вот этой земной орбиты когда наука и прогресс то есть помогут совершенствоваться по-настоящему то есть морально ментально интеллектуально вообще вот в этом ключевое отличие именно русской советской мысли советской фантастики от западной потому что у западной там пессимистический взгляд а у нас у русской советской фантастики наоборот взгляд оптимистичный и конечно это и другая фантастика любая фантастика да она питается идеи вот о конце света но смотрите у русской у советской фантастики все это рассматривается в контексте преодоления конца света и воцарение как бы справедливостью и вот стать одним из первых космистов как я уже сказал был николай федоров и он помимо прочего мечтал о всеобщем воскрешение до вас воскресить всех людей на самом теле парадокс парадокс и может быть прозвучит странно но рано или поздно это его мечта сбудется потому что сейчас там посредством клонирования там генной инженерии айти технологии искусственного интеллекта людей действительно на свой манер что называется воскрешать ну не в буквальном смысле но тем не менее и вот в качестве видных представителей русского космизма можно и нужно назвать действительно выдающихся ученых чтобы зритель понимал масштаб смотрите русский космист владимир вернадский это действительно выдающийся человек который разработал и популяризировал теорию ноосферы все изучают школу далее александр чижевский солнцепоклонник и создатель ионизирующий той самой люстра ну и конечно человек стоявшего истоков покорения космоса это константин циалковский который создавал модели и проекты летательных аппаратов вы вдумайтесь только на русской на русской печи при свете керосиновый ламп удивительно то есть без без этого нищего нищего школьного учителя из калуги циалковского не было бы ни королева не гагарина не белки стрелки не спутника 1 не востока 1 вообще не было бы никаких полетов в космос то удивительно на самом деле то есть что важно то сказать и вернадский и чижевский и федоров и циалковский они все были очень очень странными людьми то есть такими знаете чудаками как сказали бы сейчас чудаками мечтавшими о чем-то несбыточном о чем-то прекрасном таком и насколько прекрасно настолько и бесконечно далеком помните как той песни прекрасная далекая не будь ко мне жестоко жестоко не будь то есть сейчас на них посмотрели как на ну как на идиотов как на сумасшедших потому что это были чистейшие воды мечтатели. Их сознание ничем не было замутнено. Ни там потреблением, ни властью, ни какими-то выгодами, барышами. Они мечтали, мечтали, мечтали о покорении космоса, энергии солнца. Вот таких вот любопытнейших мечтах. Но ведь, смотрите, эти идеи, эти мысли, эти мечты, которые они устремляли вот туда, вот туда, ввысь, они в конце концов воплотились, они нашли отклик. То есть, вы поймите, в основе вот этих мощнейших летательных аппаратов и маска там, и всех остальных, да, и наших, и американских, в основе всего этого чудачества и фантазии очень-очень странных людей. Вот я уже сказал о фантастике, да, советской. На мой взгляд, недооценена во многом, потому что идея русского космизма вот впитали именно вот советские фантасты. Это, например, и Сергей Павлов, там, и Булычев, и, конечно, Ефремов, и братья Стругацкие, но особенно ранние Стругацкие. И вот во многом они представляли будущее, наши советские фантасты, как, знаете, такое пространство для развития человека. Вот то, о чем мечтали там древние греки, вот мой тезка Платон, там, Сократ, Аристотель, да, они говорили о всестороннем развитии человека. То есть, когда развивается интеллект, дух, душа, тело. То есть, и вот фантасты наши, советские, они верили, что в будущем народы смогут не только примириться, но и смогут работать вместе на общее благо. Они верили в то, что человек будет занят не разрушением, а созиданием мира, общества, самого себя. То есть, по сути, вот эта советская фантастика, это что? Это идеологическая такая платформа, идеологическая программа, которая густо замешана даже не на литературе, а на философии. Но можем ли мы сказать, что вот эта программа реализовалась, что верно была предсказана реальность? Нет, конечно, мы этого сказать не можем. Мы можем сказать о том, что побеждает, скорее, другая, иная реальность. Та, что была представлена западными фантастами. Ну, например, реальность Филиппа Дика, да, я говорил об этом в отдельном выпуске, там, реальность Дика с его, там, галлюцинаторными мирами, там, тотальной слежкой, искусственным интеллектом, роботизацией и так далее. Или вот, например, сейчас, да, в кинотеатрах мы смотрим экранизацию Дюны по роману Фрэнка Герберта, да. Сначала я бы, там, экранизировал Линч когда-то, Дэвид Линч. Сейчас, вот, недавно, как я уже сказал, Дэнни Вильнёв. Да, там нет роботов, там нет этих андроидов, там немножко другая реальность. Но, но, нет-то и оптимизма. Потому что, да, люди передвигаются на космолётах в Дюне, но морально и ментально существуют своего рода средневековье. Повторюсь, это два совершенно разных подхода к будущему. Два фундаментально разных подхода. Один такой оптимистичный, другой пессимистичный. В одном человек созидает, развивается, совершенствуется, а во втором человек деградирует, уничижается, или подчас даже уничтожается. То есть, первое будущее, это будущее с человеком, а второе будущее, это будущее без человека. И, к сожалению, как я уже сказал, побеждает вот эта пессимистичная картина будущего, такая, постапокалипсика, да? Однако, в чём фокус? Ведь смотрите, это же не запрограммированная победа. Это не какая-то там фатум, рок судьбы, там фаталистическое предначертание, да? А наш, а наш собственный выбор. И этот выбор начинается с того, о чём мы мечтаем. Ведь этот маленький Костя Циолковский, живя в своей избе в Калуге, он мечтал о летательных аппаратах. Нищий, безграмотный мальчик. А посмотрите мечты современных детей, что они пишут. Хочу новый айфон, хочу стать блогером или там бизнес-вумен. Вот и всё, всё начинается с мечты. И, конечно, это колоссальное столкновение. Столкновение идей, смыслов, ценностей. Вообще, вот слово столкновение, это то слово, одно из главных, скажем так, слов, которое характеризует наше существование и нашу эпоху. Тут я, конечно, должен вспомнить и великий текст, великую книгу, на мой взгляд, Семюэля Хантингтона. Я часто обращаюсь к ней в своих выпусках. Столкновение цивилизации, да? Где Хантингтон пишет о столкновении цивилизации. Но если мы будем смотреть как бы глубже, да, то мы поймём, что это во многом столкновение, я бы так сказал, систем координат, очень разных систем координат. И мы сейчас, вот мы в нашей жизни находимся на ключевом разломе эпох, понимаете? Мы находимся своего рода на фронтовой линии столкновения идей и цивилизации. Есть Запад, там, с его концом истории в виде либерально-рыночной модели, с принципом всё дозволено, с новой идентичностью и так далее. А с другой стороны, есть вот это общество старого образца, например, исламское или где-то исламистское, которое требует возвращения там к неким основам, back to basic, да, но делает это в какой-то жуткой такой постмодернистской манере. Вот это хорошо видно на примере ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации, да? То есть мир таков, что традиции, вот этот постмодерн или какой-то такой мутант постмодерна, они постоянно сталкиваются друг с другом, сталкиваются друг с другом и переплетаются, как бы одно входит в другое. Почему я, ну, так говорю об этом столь много, да? Потому что важно понять, и мы все это чувствуем, даже человек, который далёк, казалось бы, от этого, там, скажет, что такое русский космизм, для чего это мне надо, 5-е, 3-е, 10-е. Но даже этот человек и все мы, мы понимаем, что вот мир, наша страна и весь мир, да, наш народ, он застыл в ожидании новых идей, новых концепций, новых устремлений. И вот Россия на самом деле, она традиционно может дать эти идеи, если, конечно, захочет. Как когда-то, например, Россия дала, там, панславинизм, православие, а потом коммунистическую, социалистическую идею. До сих пор, вот я в Турции сейчас был, да, там огромное количество людей, которые, там, чтят, там, и Ленина, и Сталина, а в Сербии, например, там, чтят, вот, тут царскую Россию и так далее, и так далее. То есть Россия традиционно давала, давала некий сверхидеи миру. Вот на самом деле, в поиске, в поиске вот этих новых идей, в поиске новой системы координат, русский космизм, о котором я сказал, он является колоссальным подспорьем. Конечно, не панацеей, нет, не ответом на все вопросы, ни в коем разе, я еще не сошел с ума, нет. Но он является одним из важнейших компонентов новой системы. Новой системы координат, в которых космос действительно будет, будет наш. Космос как внешний, так и внутренний. Но, конечно, придется очень-очень-очень постараться, чтобы мы, наконец-таки, мы, наше поколение или поколение наших детей, внуков, произнесли свое собственное. Поехали. Это была программа «Игра в классике», меня зовут Платон Беседин. Берегите себя, своих близких, помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, мира, любви и терпения и красивой-красивой мечты. Не стесняйтесь мечтать, мечты обязательно сбываются. КОНЕЦ